На этой станции мы двигаемся на Слудский выезд. Еще три станции. Ну, мы в одну сторону пойдем? Пока мы завершаем до Слудского выезда, до Кольцевой дороги, а потом будем двигаться в обратную сторону, на Зеленый Лук. Для того, чтобы работать в двух направлениях у нас людей не хватает. На сегодняшний день людей хватает, но если работать в двух направлениях, тогда нам надо будет закупить еще один щит, для того, чтобы можно было идти тоннелями. Это мы закупали какую-то машину? Олеся, закупали, она называется Олеся, закупали в 2012 году, в 2012 году мы работали. Но машина, она вам здорово помогла, да? Конечно, она в пять раз увеличила производительность по сравнению с обычными нашими щитами. У нас четыре щита не механизированы, один механизированный. Все были задействованы на этой работе. То есть, если средняя скорость проходки на обычном 4 метра за сутки такая, эта машина позволяет у нас метростроить, ну, будем говорить так, о строительной отрасли. Ну, да. Мы сложная стройка, на воткы на воткы на воткы, на воткы на воткы, на воткы на воткы. Если здесь хорошо, то строить. По развитию у нас две линии, которые действуют полностью. Сейчас мы четыре станции открываем. Это станция Юбилейная, станция Богушевича, станция Вокзальная и станция Ковальская-Слобода. Мы находимся сейчас на Ковальской-Слободе. Дальше перспектива – это строительство еще трех станций. Но мы пойдем на юг, да? Да, идем на юг. Это аэродромная, станция Немаршанский сад. Дальше – это строительство станций, Слудский гостиниц. Уже практически до больницы скорой помощи у нас одна нитка метро проведенной работы. Доходим до Слудского гостиницы и возвращаться будем назад, для того, чтобы полностью две нитки сюда пришли. Мы запланировали когда этот участок? Там сколько у нас получается? Километра 4-5? Три с половиной километра. Сколько нам потребуется времени? Значит, мы сейчас при нормальном финансировании. При нормальном можно в 2023 год в год. Начало 2023 года, конец 2022, порядка 650. То есть, в 2024 год – это уже мы пойдем на север? Да, мы можем разворачиваться. С учетом развития микрорайона Северный, то рассматриваем вопрос, сделать ответвление. И даже оно, наверное, будет более перспективно, чем здесь, потому что здесь частный сектор, и мы не планируем его сносить. Мы хотим оставить его людям, чтобы люди дальше там развивались. И там уже рассматривать другие виды транспорта. Ну, разумно, надо туда зайти, двумя-тремя станциями надо заходить. Да, чтобы у нас пройти полностью. Продолжение следует...